Группой подготовлен ряд предложений, которые мы обсудим в ходе сегодняшнего заседания. И в частности речь пойдет об уточнении положений, связанных с официальным наименованием должностных лиц, входящих в состав Совета Федерации, а также касающихся процедуры назначения прокурора в нашей области. Кроме того, необходимо закрепление в уставе, недавно образованного в Екатеринбурге района, академически. Сегодня в рабочей резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева прошло заседание, созданное еще летом рабочей группы, задачей которой стала модернизация устава Свердловской области, то есть нашей местечковой конституции, с учетом принятых поправок в Конституцию Российской Федерации. Весьма логично и символично, что в работе поучаствовал и глава Думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, один из наиболее уважаемых правоведов, выпускник Свердловского юридического института. Спасибо, что пригласили. Это очень важно, что Свердловская область все-таки является, можно сказать, родиной многих правовых школ. И, конечно, очень важно, что мы здесь одни из первых рассматриваем поправки в устав области в соответствии и на основании обновленной Конституции. Среди членов рабочей группы были замечены председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина, ее предтеча, а ныне директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин, областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова, доложившая о том, как в целом идет работа по их профилям. Московский же гость был конкретен предельно. Нам, в результате, очень важно. По поводу ограничений для чиновников тоже. Это уже есть, мы это сделали уже и в Конституции, и, соответственно, в федеральных законах ограничения, запрет на иностранное гражданство, не для всех, но целый ряд категорий, которые уже написаны. Зачем нам в следующий раз к этому возвращаться? Это надо делать уже. Запрет на иностранное гражданство или вид на жительство, запрет на счета иностранных банков за пределами Российской Федерации. Это тоже нужно делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!